Спасибо организаторам, что пригласили меня выступить здесь, а также спасибо всем зрителям, кто пришел послушать. Я собираюсь рассказать вам о новой перспективе на поведение, над которой я работал в последнее время. Я собираюсь рассказать о трех законах поведения, которые я называю законом распределения, законом индукции и законом ковариации. Эволюционная теория лежит в основе всего, что я расскажу сегодня, поскольку на сегодняшний день эволюционная теория предлагает единственный осмысленный способ говорить о поведении. Прежде всего, я расскажу вам о том, что такое поведение с точки зрения онтологии, а следовательно, как нам стоит измерять поведение. Это подведет нас к продолжительной природе поведения. То есть, поведение — это поток. Далее мы обсудим закон распределения, и я расскажу, почему закон распределения справедлив для любого временного масштаба. Каким бы маленьким он ни был. Следом, я буду говорить про функцию поведения с точки зрения эволюции. Это приведет нас к филогенетически важным событиям. Слово «филогенетические» имеет большое значение. То, что событие является важным в филогенене, означает, что оно определяет, оставит организм потомство или нет. Далее мы обсудим концепт индукции, и затем закон кавариации, который связан с адаптацией. Поведение — это процесс. «Процесс» означает изменение на протяжении времени. Поэтому поведение — это поток, как река на изображении. И поэтому же поведение занимает время. Есть и другие причины думать о том, что поведение занимает время. Но это самое фундаментальное. При измерении поведения мы измеряем время. Также следует знать, что активности... О да, кстати, я считаю единицей поведения активности. Поэтому я не буду говорить о реакциях. Я буду говорить об активностях. Активности растянуты во времени. Все происходящие активности занимают все свободное время. При этом время ограничено. День состоит из 24 часов. Это означает, что активности соревнуются за время, что подводит нас к закону распределения. Можно обозначить время, проведенное за какой-либо активностью, как B с индексом i. И выразить его как отношение ко времени, занимаемого всеми остальными активностями. Так можно написать уравнение, что время, занимаемое какой-либо активностью относительно времени всех остальных активностей, равняется ее конкурентному весу, V с индексом i, относительно суммы конкурентного веса всех остальных активностей. Под конкурентным весом подразумевается то, что обычно называют последствиями или подкреплениями, однако здесь я буду говорить про индукцию. Конкурентный вес образуется из индукции. Индукция может быть сильной, или индукция может быть слабой. И это влияет на то, каким будет конкурентный вес. Разумеется, что чем больше конкурентный вес активности, тем больше времени она занимает. Вот удобная визуализация того, о чем я рассказываю. Представьте, что мы отслеживаем время, проведенное за четырьмя разными активностями. Добыча ресурсов, социализация, поддержание здоровья и время провождения с семьей. График показывает эпизоды активностей на протяжении четырех дней. Круговая диаграмма резюмирует эти активности. Видно, что большую часть времени занимает синий участок поддержания здоровья, затем красный участок добычи ресурсов и фиолетовый участок время провождения семьей, и, наконец, наименьший участок социализации. Это способ визуализировать распределение времени между активностями. Вот настоящие данные, которые я взял из Федерального бюро статистики труда Соединенных Штатов Америки. Здесь отображено распределение времени граждан от 15 лет и старше за 2015 год. Большую часть времени занимает поддержание здоровья. Розовый участок отображает добычу ресурсов, красный, связанный с репродукцией активности. Например, время с семьей и забота о детях. Зеленый сегмент отведен под взаимоотношения. Я взял один сегмент добычи ресурсов и поделил его на составные части. Желтый сегмент показывает проведенное за работой время, фиолетовый – это еда, темно-серые покупки и светло-серые образовательные активности. Это демонстрирует принцип, что любая активность включает в себя другие активности, как составные части. Я пытаюсь показать, что распределение времени происходит на любом масштабе. И дело в том, что одни активности занимают больше времени, чем другие. На прочтение книги требуется больше времени, чем на прочтение главы из книги. Чтобы любить кого-то, нужно больше времени, чем на поцелуй. А следование вере занимает больше времени, чем заявление о вере во что-либо. Эти примеры демонстрируют разные временные масштабы. Чтение главы находится на меньшем временном масштабе, а чтение книги – на большем временном масштабе. Активности меньшего масштаба относятся к активностям большего масштаба, как часть относится к целому. То есть, это части, которые составляют целое. Для тех из вас, кто знаком с философским жаргоном, эти отношения называются мириологическими. Активности как части суммируются в единое целое, и в силу временных ограничений конкурируют за время. Подобным образом можно разобрать любую интересующую нас активность. Например, балет. Однако, балетом я никогда не занимался, но я подавал мяч в теннисе. Теннисная подача состоит из многих мелкомасштабных частей. Необходимо подбросить мяч в воздух, выпрямиться, поднять ракетку, затем упустить ее и тому подобное. Все это части, которые составляют теннисную подачу как единое целое. А подача мяча, в свою очередь, является частью игры в теннис. Разумеется, каждый из нас знаком с планированием. Все, что связано с планированием, касается распределения времени. Сколько времени, когда я проведу за учебой, когда я пойду на встречу с друзьями и тому подобное. А вот альтернативная перспектива на ту же идею. Здесь мы отслеживаем четыре активности. Профессиональные, домохозяйство, личное время и друзья. Активности расположены по порядку, в зависимости от того, сколько времени они занимают. Больше всего профессиональные активности, меньше всего временного друзей. Я раздробил личные активности на их составные части. Здоровье, чтение, медитация, приготовление пищи, починка машины. Вы можете проделать то же самое со своими активностями. Эти части, в свою очередь, тоже состоят из других частей. Медитация состоит из дыхания, пения и сосредоточения. Любая активность состоит из частей. И перемещение слева направо – это перемещение по континууму масштабов, от большего к меньшему. Мы обсудили закон распределения. Теперь поговорим про закон индукции. Закон индукции гласит, что все поведение состоит из индуцируемых филогенетически важными событиями активностей. Можно составить аббревиатуру – FVS. Индукция – это особенность живых организмов. Индукция – это не то же самое, что провоцирование. Провоцирование – это более старый концепт. Провоцирование предполагает очень узкий временной масштаб и строгое соответствие одного стимула с одной реакцией. В случае индукции мы говорим об отношениях, которые растянуты во времени. Активности растянуты во времени, и их индуцируют филогенетически важные события. Концепт индукции ввела Эвелин Сигал в 1972 году. Уже тогда она предполагала, что это растянутый во времени процесс. Итак, далее я буду говорить про индукцию, но сначала нам стоит разобраться в ее истоках с точки зрения эволюционной теории. В этом нам помогает вопрос, для чего нужны живые организмы. Функцию живых организмов можно осмыслить следующим образом. Это интерактор, то есть взаимодействующий элемент, который переносит репликатор. Такую терминологию представил Дэвид Хоу, философ биологии. Репликатор — это элемент, который копируется. Здесь на ум мгновенно приходит ДНК. Интерактор переносит репликатор. И такое устройство имеет преимущество для репликатора. Наличие интерактора означает защиту и охрану репликатора множественными способами, например, с помощью иммунной системы, которая отражает нападение менее организованных форм жизни, вроде бактерий и вирусов. Мы постоянно соревнуемся с менее организованными формами жизни. Интерактор одновременно предоставляет как физиологические механизмы, о которых я не стану сегодня говорить, так и поведение, которое чрезвычайно важно для репликатора. Поэтому, если задать вопрос, почему же вообще существуют живые организмы, ответ в том, что гены, делающие организмы, то есть они строят именно организмы, а не, например, бактерии, проходят естественный отбор, потому что создают более достоверные копии репликаторов, ДНК, что, разумеется, отражается на потомстве. Поэтому можно сказать, что организм — это способ ДНК сделать больше ДНК. вот, что такое организм на самом деле. Такое устройство мы наблюдаем повсюду, репликатор, который переносит ДНК, что представляет значительное преимущество для ДНК. Интерактор обладает функцией воспроизведения. Это финальная функция по своей природе — активность. Все остальные активности интерактора — это части воспроизведения. Здесь стоит обсудить функции поведения. Как я уже сказал, финальная функция — это воспроизведение. Все поведение работает за счет событий, которые влияют на воспроизведение. Одни события благоприятствуют воспроизведению, а другие ставят его под угрозу. Я называю эти события филогенетически важными. Например, потенциальный половой партнер, добыча или хищник. Некоторые из этих филогенетически важных событий хорошие, в том смысле, что они благоприятствуют воспроизведению через встречу с половым партнером или через поимку добычи. Встреча с хищником — это плохое филогенетически важное событие, поскольку угрожает воспроизведение. Филогенетически важные события индуцируют активности, составные части воспроизведения. Партнеры индуцируют ухаживание. Добыча индуцирует охоту и употребление в пищу. Хищник индуцирует укрытие и избегание. Все эти индуцируемые активности, в свою очередь, ответно влияют на самые филогенетически важные события, либо способствуя им в дальнейшем, либо препятствуя им. Взаимодействие филогенетически важных событий и индуцируемых ими активностей встраивается в процесс естественного отбора, который воздействует на популяции. Далее идут примеры филогенетически важных событий. Потенциальный партнер, потомство, добыча. Человеческая добыча славится разнообразием. Другие виды, другая разновидность добычи, вода и для птиц расположение гнезда. Плохие филогенетически важные события включают травмы, которые индуцируют избегание. Высота – это еще одна угроза воспроизведения. Хищники – ядовитые организмы. В случае людей огромное количество филогенетически важных событий – социальные. человеческое лицо – это невероятный орган. Оно содержит множество мышц, которые допускают большое разнообразие выражений. Например, улыбка и смех. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему люди смеются? Ведь если посмотреть, это действительно странно. Зачем издавать этот странный звук? Считается, что смех сигнализирует симпатию и согласие. И даже слепые от рождения люди улыбаются и смеются. Смех совершенно точно социальный. У социальных филогенетически важных событий есть и другая сторона. Это те события, которые препятствуют выстраиванию отношений с другими людьми. Имитация также связана с филогенетически важными событиями. Модель индуцирует схожую активность у наблюдателя. Имитация широко распространена у детей, но также встречается у взрослых. Люди — это чрезвычайно социальный вид. Подводя итог, преимущество поведения заключается в том, что поведение меняет среду таким образом, что повышает шансы репродуктивного успеха. Поведение либо напрямую способствует репродукции, либо препятствует барьерам к репродукции. Эти индуцируемые активности смягчают плохие филогенетически важные события, например, спрятаться, убежать или защищаться от хищника. Или же они улучшают хорошие филогенетически важные события, например, спариваться, искать пищу или охранять потомство. Все эти активности воспроизводятся в силу истории естественного отбора, филогенеза. Популяция, в которой эти активности распространены, с большей вероятностью выживет. Филогенез описывает отбор активностей на протяжении поколений организмов. Но я также хотел бы обсудить антогенез, или адаптацию к среде внутри временных рамок жизни одного организма. Это приводит нас к закону кавариации. Индукция – это результат кавариации событий в среде. Кавариацию можно представить на эволюционном масштабе филогенеза, что приводит к идее естественного отбора. Кавариацию также можно представить на масштабе жизни отдельного организма, антогенеза, что приводит к идее адаптации. Адаптацию можно понимать как поведенческую гибкость. Гибкость поведения – это на самом деле часть фенотипической гибкости, раз мы считаем поведение частью фенотипа. Я не использую слово «научение» в силу его запутанной истории и разнообразных коннотаций. Я предпочитаю говорить, что поведение чувствительно к происходящим в среде корреляциям. Именно эти регулярные события в среде определяют поведение. Корреляция определенной местности с добычей индуцирует стремление и посещение этой местности. Корреляция определенной местности и хищников индуцирует избегание этой местности. Я хочу отметить, что естественный отбор и поведенческая гибкость происходят посредством средних значений и длительных временных промежутков. Для работоспособности этих процессов необходимо, чтобы вероятность успеха была больше, чем вероятность неудачи. Более успешные варианты особей из популяции организмов или более успешные варианты действий из популяции активностей проходят отбор. Слова «корреляция» и «ковариация» я использую взаимозаменяемо. Однако я предпочитаю термин «ковариация» из-за того, что он несет на себе меньше багажа. Существует две разновидности ковариации, которые влияют на поведение. Первая – это ковариация между стимулом, событием в среде и филогенетически важным событием. В результате такой ковариации стимул начинает индуцировать ту же активность, что и филогенетически важное событие. Иногда про это говорят как про условный стимул или как про дискриминативный стимул. Но так или иначе, когда мы говорим про стимульный контроль, на самом деле мы говорим о ковариации стимула и филогенетически важного события. Если кого-то из вас интересует замена стимула, то сейчас я не говорю о ней. Теория Павлова описывает феномены в более общем виде. Вторая разновидность ковариации – это ковариация активности и филогенетически важного события. В результате этой ковариации филогенетически важное событие начинает индуцировать конкретную активность. Например, нажатие рычага производит еду, а полученная еда индуцирует последующее нажатие рычага. Индуцируемую активность на протяжении многих лет называли оперантной. Прошу заметить, что я использую слово «оперантная» только в качестве прилагательного. Я не использую существительное «оперант». Рассмотрим в качестве примера клевки голубя. Это хороший пример, который много исследовали. Клевание – это определенно индуцируемая едой активность. Если посадить голубя в камеру, в которой ничего не происходит, то через какое-то время он успокаивается. Однако, если начать давать ему кусочки еды, то голубь становится очень активным. Еда индуцирует разнообразные активности, но чаще всего голубь начинает клевать. Он будет клевать все подряд. Будет клевать болт в тени, будет, разумеется, клевать светящуюся кнопку, будет клевать даже воздух. Получается, что еда индуцирует клевание. Но клевание также можно сделать оперантной активностью. Клевки по светящейся кнопке производят еду из раздатчика, а еда индуцирует клевки. В случае стимульного контроля клевки можно сделать частью ковариации стимула и филогенетически важного события. Например, ковариация красного диска с едой и ковариация зеленого диска с отсутствием еды. При таких двух ковариациях голубь будет клевать только красный диск. Этот феномен можно назвать дискриминацией. Повседневным примером может быть встреча потенциального партнера, который индуцирует сексуальное возбуждение. Это можно отнести к естественному отбору. Но ситуация также включает в себя оперантное поведение, которое называют глаголами «встречаться», «ухаживать». Это поведение переходит под стимульный контроль правил. Правила — это дискриминативные стимулы. Они чаще всего нацелены на избегание принуждения, что вы должны, а чего не должны делать. Вот первая разновидность ковариации сигнала и филогенетически важного события. Ее результат — это условный индуктор. Эта ковариация может быть отрицательной или положительной. При положительной ковариации частота филогенетически важного события растет и уменьшается вместе с частотой сигнала. Когда сигнала нет, частота низкая. Когда сигнал есть, частота высокая. Примеры положительной ковариации — это предупреждающие знаки, хищники. Паразиты находятся в положительной ковариации с заболеваниями, деньги с едой и другими благами, огнестрельное оружие с травмами. При отрицательной ковариации в отсутствии сигнала частота филогенетически важного события высокая, а в присутствии сигнала низкая. Примеры отрицательной ковариации — это пары дистанция хищник, паразиты испаривания, а также пары наступления зимы и доступности пищи. Самая простая разновидность ковариации — это создание пары. Как показывает слайд, этот слон будет гораздо более аккуратным, когда в следующий раз подойдет к этому водоему. крокодил, возможно, тоже будет более аккуратным. Эта ковариация существует как в таких простых формах, так и в более сложных. Более сложный пример — это распознавание человека с картинки. учитель на картинке говорит, «Миссис Хэммонд, вы выглядите один в один, как на портрете маленького Билли». По-моему, это довольно забавный слайд. Во второй разновидности ковариации, так называемой оперантной активности, частота филогенетически важного события меняется вместе с частотой активности. Иногда говорят, что активность производит филогенетически важное событие. Синяя диагональ показывает идеальное отношение. Его моделируют в лаборатории с помощью пропорциональных режимов. В нем частота активности растет вместе с частотой филогенетически важного события. Горизонталь показывает отсутствие взаимосвязи, нулевую ковариацию. Кривая показывает, что происходит, когда у филогенетически важного события есть верхний лимит. В лаборатории такое отношение моделируют с помощью интервальных режимов. Примеры положительной ковариации филогенетически важного события и активности – это пары поиска пропитания и еды. Чем больше ищешь, тем больше находишь. Пара ухаживания и спаривания. Чем больше ухаживания, тем больше спаривания. А также пары копания и уклубления, и работы и еды. Слева на диаграмме показана индукция. Окружающая среда предлагает определенный стимул, например, еду, которая при столкновении с организмом индуцирует разнообразные активности, прямо как в том примере с голубем. Это пример простой индукции. При возникновении ковариации, то есть когда индуцируемая активность производит филогенетически важное событие в среде, то петля замыкается. Распространенный пример – это когда нажатие рычага производит еду, а еда индуцирует нажатие рычага. То есть активность производит филогенетически важное событие, а оно в свою очередь индуцирует оперантную активность. Обратите внимание, что замкнутая петля продолжает индуцировать дополнительную фоновую активность, помимо основной оперантной. Резюмируя, ковариация смыкает петлю. Активность производит филогенетически важное событие, а филогенетически важное событие индуцирует активность. И так далее. Один круг за другим. Я также хочу отметить исчезновение различия между предшествующим поведению событием, триггером и последствием поведения. Эти взаимосвязанные события в равной степени предшествуют и следуют друг за другом. По этой причине я считаю разговор о последствиях ошибочным, несмотря на то, что все так говорят. Для полноценной картины стоит добавить про отрицательную ковариацию частоты филогенетически важных событий и частоты индуцируемой активности. В случае плохих филогенетически важных событий разговор идет об избегании, а в случае хороших филогенетически важных событий разговор идет о неудачах. Все три предыдущих тезиса остаются в силе. Диагональ показывает идеальное отношение на пропорциональных режимах, кривая показывает интервальные режимы, и горизонталь, разумеется, показывает отсутствие взаимосвязи. Примеры такой отрицательной ковариации это пары укрытия и хищника, неуклюжести и добычи, привередливости и болезней, избегание ядовитой пищи. Это довольно распространенный случай. Я уверен, что в зале есть люди, которые хоть раз отравились едой, и в силу этого сформировались и вкусовые предпочтения. Когда вас тошнит всю ночь, съеденная еда теряет свою привлекательность. И, разумеется, пара агрессии и конкурентов. Далее я хочу обратить ваше внимание на то, что такая ковариация лежит в основе процесса отбора. Любой дарвиновский процесс состоит из трех элементов. Первый – это вариация, которая происходит внутри популяции. Например, популяция мышей. По аналогии можно представить популяцию поведения, как набор активностей, которые происходят в жизни человека. Второй элемент – это воспроизведение, повторение на протяжении времени. Все, что проходит отбор, должно повторяться. В случае естественного отбора – это потомство. А в случае поведенческого отбора речь идет о так называемых привычках, которые повторяются из раза в раз. Третий элемент – это отбор. Отбор, по сути, означает дифференциальное или конкурентное повторение. Разговор об отборе поведения – это разговор про дифференциальную или конкурентную индукцию. Когда одна активность индуцируется сильнее, чем другая, то это увеличивает частоту этой активности относительно всех других. При этом стоит учитывать, что активности соревнуются за время. То есть, если время на одну активность увеличивается, то вместе с тем сокращается на все другие. Итак, об отборе можно думать как о филогенетической ковариации, речь идет о ковариации определенных биологических черт с приспособленностью. Например, индуцируемая активность совершенно точно находится в положительной ковариации с приспособленностью, если точнее, с репродуктивным успехом. Есть также онтогенетическая ковариация. Мы обсудили две разновидности. Ковариация сигнала и индуктора делает сигнал условным индуктором, а ковариация активности индуктора делает активность оперантной активностью. Возникновение ковариации сопровождают два эффекта. На графике показано фоновое условие при отсутствии ковариации, а также частота оперантной активности, например, нажатия рычага. По вертикали частота филогенетически важного события, например, еды. Фоновые условия демонстрируют высокую частоту употребления пищи и низкую частоту нажатия. При создании ковариации возникает такая диагональ. Например, это может быть режим с фиксированной пропорцией, когда крысе нужно нажать на рычаг десять раз, чтобы сработал раздача еды. Такая ковариация исключает возможность фонового условия. Теперь любое сочетание еды и нажатий располагается по этой диагонали. Получается, что ковариация, отображенная в виде диагонали, создает ограничения. Ожидаемый результат такой ковариации в том, что поведение двигается от фонового условия к какой-либо точке на диагонали. Я вставил сюда эту диаграмму с петлей, чтобы вы могли лучше представить это. Исторически, эту динамику могли бы назвать подкреплением. Я поставил слово в кавычки, поскольку мне не нравится его использовать. Однако, на самом деле, в этом случае происходит снижение частоты филогенетически важных событий. Чтобы быть последовательным, пришлось бы сказать, что эта ковариация наказывает частоту употребления пищи. Я считаю, что это не самый осмысленный способ взглянуть на эту ситуацию. Однако, это именно то, что приходится сказать. Еще я хочу сказать, что ковариация связывает. То есть, нажатие рычага — это оперантная или индуцируемая активность, а еда — это филогенетически важное событие, которое индуцирует нажатие. Еще ковариация ведет отбор. Этот тезис основан на том, что активность производит филогенетически важные события. И в этой замкнутой петле активность необходима. Она играет ключевую роль. Филогенетически важное событие индуцирует только определенные, связанные с ним, варианты активности. Итак, мы имеем дифференциальную или конкурентную индукцию, которую можно сравнить с дифференциальной или конкурентной репродукцией в ходе естественного отбора. Подводя итог, я сказал, что для объяснения распределения времени между активностями и изменения этого распределения нужно учитывать два закона. Закон индукции включает филогенетически важные события, то есть индукторы, а также условные индукторы, которые модулируют частоту оперантных активностей и фоновых дополнительных активностей. Закон ковариации описывает, как происходит отбор активностей через ковариацию активности и филогенетически важных событий. На сегодняшней лекции я рассказал про три закона. Закон распределения говорит, что нужно измерять, поскольку поведение это непрерывный поток, который растянут во времени. Поскольку активности соревнуются за время, то измерять следует отношение времени, проведенного за различными активностями. Далее индукция, которую традиционно обсуждают под видом последствий, которая существует благодаря филогенезу и происходит в онтогенезе посредством филогенетически важных событий. Индуцируемые активности включают как оперантные, так и дополнительные фоновые активности. Закон ковариации объясняет процесс адаптации к меняющейся среде. Он включает в себя две разновидности ковариации. Ковариация активности и филогенетически важного события, то, что ранее называли оперантной активностью, и ковариация сигнала и филогенетически важного события, то, что ранее называли стимульным контролем. Спасибо за ваше внимание. Теперь у нас остается немного времени на вопросы. ваше внимание на вопросы. Пожалуйста, пожалуйста. Вопрос об изученном ранее концепте дистрибуции и как он сочетается с дистрибуцией поведения в пространстве. как я понимаю, под дистрибуцией вы имеете в виду то, что я называю аллокацией или распределением поведения между альтернативами. Правильно ли я вас понял? Я имел в виду сам факт физического пространства. Поведение соревнуется за время, но ведь в этом процессе еще участвует пространство. можно представить поведение как происходящее в различных местоположениях. Любое из этих местоположений, в которых происходит активность, является частью целого паттерна. Например, поиск пропитания это активность, которая происходит во многих различных местоположениях. Поиск еды в конкретном месте это часть поиска еды в целом, как паттерны. Я хочу сказать, что в поиске пропитания может участвовать определенное местоположение, а поведение распределяется между его различными частями, хотя это единое пространство. Вы говорите о том, что поведение распределяется во времени, но мне интересно, происходит ли аналогичный процесс с пространством. не может сделать то же самое с физическим пространством, релативный пространство для одного активности, для другого активности, в одном физическом пространства. Когда вы говорите про единое физическое пространство, имеете ли вы в виду одно место, которое разделено на части? в одном лесе? Да, например, один лес, который разделен на отдельные участки. Хорошо, тогда представим лес с отдельными участками, на которых охотится хищник. Его охота в этом лесу — это одна активность, а охота на определенном участке, например, в северо-восточном, это часть этого паттерна, так же, как и охота на любом другом участке этого леса. Так я представляю себе эту ситуацию. Есть общее время, проведенное за охотой, и время, проведенное за охотой в отдельных местах, складывается в это общее время. Охота в различных местах, как части общего паттерна охоты, соревнуются друг с другом за время. Если охота на одном участке идет лучше, то у нее будет больше конкурентного веса, поэтому охота там будет происходить чаще и, возможно, более длительными периодами. Я бы хотел узнать поподробнее про ваше отношение к термину подкрепления. Я помню из литературы по павловскому обусловливанию, что люди, работающие из этой области, хотят называть условный стимул как последствия или даже подкрепления, несмотря на то, что между предшествующим событием и последствием нет причинной связи. Мне интересно, заключается ли ваша позиция в этом? Почему вы не хотите использовать слово подкрепление и все ли дело в причинности? Все дело в метафоре усиления. Подкреплять означает усиливать. Однако то, что я предлагаю здесь, не имеет никакого отношения к концепту усиления. Относительное время активности меняется, но никакого усиления не происходит. Мне бы не хотелось называть филогенетически важное событие подкреплением, потому что оно индуцирует, а не усиливает. Но когда вы описываете ковариацию или корреляцию, которая замыкает петлю, разве речь идет не об усилении? Мы же говорим, что поведение становится больше или меньше. Разве это не усиление? Мне кажется, что такое измерение поведения может быть показателем его силы или слабости. вопрос в том, что именно усиливается. Когда мы начинаем говорить об усилении, что же усиливается? Мне это непонятно. Скиннер говорил о силе реакции, Торндек говорил о силе связи. Я же не говорю ни об одном, ни о другом. я могу сказать, что какой-то активности становится больше, но добавлять, что она усиливается, я считаю излишним. Меняется распределение из-за предпочитаемого события. Да, предпочитаемое это не совсем точно. Я говорю филогенетически важное событие, но вы абсолютно правы. Если какая-то активность индуцируется сильнее остальных, то она начинает занимать больше времени. Я считаю, что язык, то, как мы формулируем, имеет важное значение. Поэтому вместо того, чтобы сказать организм начинает проводить больше времени с какой-то активностью, я говорю, что какая-то активность начинает занимать больше времени. Это нюанс, но он очень важный. Спасибо. Продолжение следует...